Ребята, на прошлом видео, связанном с отношениями, вы наклепали аж 214 тысяч лайков. И как я понял, вам эта тема очень интересна. Поэтому я решил рассказать вам краткую историю моих отношений. Да, я понимаю, что многие думают, что я гей, но, к сожалению... Я натурал! Поэтому расскажу про мои отношения именно с женскими людьми. И, надеюсь, что многим будет интересно, а кому-то даже поучительно. Погнали! Честно сказать, я никакой не Казанова за мои 27 лет... В смысле 27? Мне уже 27?! В общем, за мои 27 лет, все мои серьезные отношения можно перечислить на пальцах одной руки. Но зато какие! Когда мне было 16 лет, девушку я даже не нюхал и даже немного побаивался. Я знал, как законтрить любого героя из доты, но как заобузить девушку, для меня была загадка. И в один прекрасный момент заобузили уже меня. Весил я тогда целых 50 килограмм, а она всего 80. Она подговорила наших общих друзей, чтобы мы встретились. И когда я ее увидел, я сразу понял, что это будет очень большая любовь. Да и что греха таить, я и сам был не против, так как других вариантов все равно не было. Мы провстречались 2,5 года и разошлись просто потому, что устали друг от друга. Я очень благодарен этой девушке, потому что именно благодаря ей я стал больше понимать женскую душу. На момент, когда мы расставались, моя избранница весила где-то уже под 100 килограмм. Я ничего не имею против девушек в теле, пышечек и так далее. Но да простит меня Никсель Пиксель, новую девушку я хотел уже стройную и красивую. Хотя красота это понятие очень субъективное. Я вообще считаю, что нет некрасивых девушек и есть просто разные вкусы. Или мало водки. Как я уже говорил во многих роликах, я работал тренером в тренажерном зале. И если кто-то думает, что ОГО, вот это интересная работа, окружен красивыми девушками, постоянно собираешь на себе внимание. Как бы не так. Как правило, в наш тренажерный зал ходили женщины далеко за 40 и 80% из них были мужчины. Да и то только утром и вечером, а в полдень посетителей не было вообще. И 50% времени я просто валялся на тренажерах, а из развлечения у меня была только змейка на допотопном телефоне. Но как бы там ни было, я очень любил свою работу. Впоследствии у меня появилось много персональных тренировок. Я был на расхват, пропагандировал культ тела и еще чуть-чуть и начал бы засматриваться на мужчин. Как вдруг! Моему взору предстала она. Стройная, молодая, красивая. Кстати, именно у нее в шкафу я и прятался в этой истории. Она подходит ко мне и спрашивает, как мне накачать попу? Ну, знаете, я в этом мастер. Я показывал ей упражнения и словно дебил, как бы невзначайно напрягал свои мышцы, чтобы произвести на нее впечатление. Сначала лучше поприседать вот здесь, потом пойти на тренажер вот там. Впоследствии неплохо бы сделать растяжку. Это потом я узнал, что старался зря, потому что оказалось, эта девушка без очков почти ничего не видела. Когда она уходила из зала, я понимал, что если я сейчас не подойду и не спрошу у ней телефон, я, возможно, ее больше никогда не увижу. И я решительным движением встал и засал. И она ушла. Но! Я не растерялся и всю ближайшую ночь искал ее ВКонтакте. Благо, население в моем городе было всего-то 400 тысяч человек. Включив дедукцию, введя все предположительные данные, мне потребовалось всего-то 10 часов. Но я нашел! И пригласил ее на свидание. А она согласилась, и мы провстречались с ней 3 года. Это были очень тяжелые 3 года. У нее был очень тяжелый, я бы даже сказал, истеричный нрав. Иногда я даже думал, что она энергетический вампир, потому что ссорились мы почти каждый день. Думаю, что причина расставания вам уже ясна. После этого я вынес для себя несколько уроков. И теперь, главное в девушке, для меня был ум и покладистость. Я хотел спокойствия. И как бы сказали анимешники, Дере-дере-тянку. Как-то у своей подруги я спросил, есть ли у ней на примете такие знакомые. И она посоветовала мне одну. И это была ошибка. После первого свидания, мы сразу же начали встречаться. Все складывалось вроде бы хорошо. Но спустя 8 месяцев, я узнал, что 80% того, что говорила мне моя избранница, было ложью. Да, вы сейчас, наверное, такие, чего? Да я сам был в шоке. По итогу, оказалось, что я даже не знал, где она живет. Провожал я ее по одному адресу. Потом, когда я уходил, она уходила на другой, где был ее настоящий дом. Все ее друзья, с которыми я общался, оказались ее же фейковыми страницами. Вы просто представьте. Сидите вы с девушкой в одной комнате, общаетесь в контакте с ее подругами и друзьями, а она сидит рядом на диване и отвечает вам за них. И это только вершина айсберга. Все небылицы и ситуации рассказать не хватит даже 10 выпусков. Когда я узнал вообще все, я разрыдался. Хотя, даже и то, что я узнал, могло быть неправдой. Я думаю, что это было какое-то психическое заболевание. Так как, когда я у ней спросил, зачем она врала, она сказала, я сама не знаю. Никому такого не пожелаю. Естественно, после такого, к предыдущим требованиям к девушке, добавилась еще и честность. И причем вышла она на первое место. В этот раз я уже целенаправленно искал девушку. И я таки нашел. И я абсолютно счастлив. Мы за все время даже ни разу серьезно не ругались. Раньше я думал, это невозможно, ведь все ругаются. Но я оказался неправ. Поэтому я всем советую выбирать спутницу жизни преимущественно головой, а не чем попало. Ребята, я хочу с вами договориться. Как только на этом видео набирается 250 тысяч лайков, обещаю, что я сразу же выпускаю новый ролик. Ну, а пока на сегодня все. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!